В третьем уроке по Google Classroom я сказал, что тема закрыта. Но все-таки есть еще пара моментов, на которые стоит обратить внимание. Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Даже, наверное, не пара, а один момент, связанный с организацией видеоконференций. Но все-таки упомяну еще про парочку полезных функций Google Classroom. Итак, о предстоящих заданиях вы можете узнать вот отсюда или из календаря. Задание — это не только собственно задания, но и все, что связано с процессом обучения, в том числе и видеоконференции, но об этом ближе к концу. А вот здесь вы можете менять календари различных курсов, они же классы, как я говорил во втором уроке. Ссылка на плейлист, кстати, в описании. Но кроме того, тут есть еще закладка, о которой я не говорил. Непроверенные задания. Вот здесь или вот здесь. Здесь вы также можете выбирать, по какому курсу вам нужно посмотреть непроверенные работы. Ну и тут все просто. 0 назначена и 1 сдана — значит студент выполнил работу и вам ее нужно проверить, то есть мячик на вашей стороне. 1 назначена и 1 сдана — это значит один студент сдал работу, а второй нет — то есть мячик на его стороне. А тут все по нулям, значит все сдано и проверено. Поставлены две оценки, можно отметить эту работу как проверенную. Очень полезная функция, позволяет легко контролировать баланс отработанных и неотработанных заданий. Еще одна полезная штука, о которой также не сказал ранее — возможность назначить еще одного преподавателя. То есть здесь мы добавляем учеников, но можем добавить и преподавателя. В том случае, если у вас в рамках одного вуза или школы есть хороший готовый курс, вам не нужно его раскидывать по аккаунтам, а можно просто копировать и назначать разных учителей. Преподавателю придет письмо на почту, он должен согласиться и таким образом он автоматически становится равноправным владельцем курса. Удалить вас из числа преподавателей он не сможет. Ну и все, переходим к Google Meet. Возможность запланировать конференцию превращает Google Classroom в полноценный комбайн для проведения онлайн-курсов сродни Teams. Итак, в заданиях у нас есть Google календарь. Ну в смысле, у вас просто есть Google календарь, но отсюда в него можно перейти. Все созданные курсы автоматически добавляются в ваш аккаунт на Google в виде отдельных календарей. Вот так их можно включать-выключать. Ссылка на скринкаст по работе с Google календарем в описании. Так мы можем включить отображение только этого конкретного календаря. В нашем случае конкретного курса или конкретного класса. И в этом календаре мы можем запланировать мероприятие. Но в нашем случае это будет не мероприятие, а видеоконференция Google. Можно добавить гостей отсюда, но тогда вам нужно будет добавлять все email-адреса учеников, что, конечно, не так удобно. Поэтому просто создаем мероприятие и прикрепляем конференцию Google Meet. Если вы настроите интеграцию с Zoom, ссылка на скринкаст также в описании, то сможете прикреплять тут ссылку на Zoom и общаться там. Но и Google Meet для этого вполне подойдет. Приглашение можно скопировать и разослать каким-то образом. Если у вас есть, скажем, рабочая группа в Telegram, Discord или WhatsApp. Но в целом информация о предстоящей конференции уже появится у ваших учеников в календарях, если, конечно, они ими пользуются. Единственное, видите, я не задал время в мероприятии и получилось как будто оно на весь день. Лучше так не делать. А вот здесь выбираете начало, продолжительность или время окончания. Все. Ну понятно, что классический диалог Марьи Ивановна я не знал, а в календаре посмотреть, а в каком, не теряет своей актуальности с годами, поэтому лучше дублировать встречу в календаре Google Classroom и тогда уже ученику не отвертеться. Все задания в рамках одного пространства. Не нужно никуда ходить, это часть учебного процесса. Я не знал, не сработало. Ну и создается достаточно просто. Берете ссылку вот отсюда. Создаете задание и прикрепляете ссылку на Google Meet. Назначаете дату и время. Таким образом предстоящий созвон будет у вас и ваших студентов уже во всех календарях и в назначенный час вам нужно будет запустить конференцию, а студентам к ней присоединиться. Ну теперь уж точно тема закрыта. Тут как ни старайся, рассказывать просто не про что. Если, конечно, они не добавят сюда что-нибудь новенькое. Все любите друг друга и ваших учеников. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok